Добрый день! Ты смотришь твои? Самые что ни на есть студенческие новости. С вами я, Сулейманов Рахман. Поехали! В минувшие выходные в университете отгремел фестиваль школьных средств массовой информации «Смешка-2015». Как это было, смотрите глазами участников. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, что вы нас хоть так открыли. Почему? Ножку, ножку убери, пожалуйста. Почему? Докроется дверь! Аня! Танцевальная зарядка прошла в спортивном комплексе Егорского университета. Данное мероприятие под названием «Студенческий спортивный твой» было посвящено здоровому образу жизни и спорту. Участие в зарядке приняли более 60 человек. Студенческий спортивный клуб «Нефть» из города Тимени придумали такой флешмоб, чтобы через видеосвязь связаться с другими регионами, с другими спортивными клубами и устроили флешмоб. Они дали нам задание, танец. Мы его выучили, собрали народ и перед камерой все это станцевали в режиме онлайн. В танцевальной зарядке участвовали 12 клубов Уральского федерального округа. После нескольких репетиций ребята под руководством Евгения Солнцева исполнили полноценный танец. Каждый студент получил заряд бодрости и позитива. Мне очень понравилось это мероприятие, названное конференцией между институтами Тюменским, Сургутским, Екатеринбургским и нашим Егорским государственным. Это была отличная идея, потому что она сплочала студентов по всей стране, не только по нашему округу. И я думаю, что в век новых технологий, гаджетов и интернет-ресурсов грех ими не пользоваться, потому что если это может принести пользу, почему бы не провести такой масштабный флешмоб. Тем более, сейчас все призывают к спорту, к здоровому образу жизни. И я думаю, что это отличная альтернатива общим зарядкам и фестивалям ГТО. Это такое дополнение. Очень классная идея. До сессии осталось уже меньше месяца. И от одной мысли о ней по телу бегут мурашки. Мы решили узнать у наших студентов, как они заряжаются на весь учебный день. Как ты заряжаешься и надки на весь день? Наверное, чашка кофе. Это самая студенческая привычка. Чашка кофе и музыка, конечно, по утрам. Мультики, которые я смотрю по интернету. И, конечно, всегда меня бодрит то, что мне придется выходить на улицу, где холодно. И пока я добираюсь до универа, я становлюсь очень-очень сильно бодрой. Поцелуй любимой девушке. Вообще мне не надо бодриться с утра, потому что у меня очень много пар. Я ко всем готовлюсь. Мысли о приближении сессии бодрят, скорее всего. А так, на самом деле, кофе, холодный душ. Свой день рождения вновь отметил клуб веселых и находчивых. В нескольких странах, во многих городах гремели залы от смеха и шуток. Какая жара в этот день творилась в культурно-досугом центре «Октябрь» узнаем далее. Эльчин, здорово! Что делаешь? Ай, да, давай наше приветствие. Нет, давай пить первый. Нет, давай пить первый. Ладно, давай вместе. Ладо и Сидан! Брат, тут же отличается, ты поешь как бич. После приветствия и знакомства с командами участников ждал традиционный конкурс – разминка. Шутки в ответ на вопросы жюри разогревали зал и чувство юмора клоэнщиков. Почему у меня единственное отношение в жюри в этот молодежный вечер написано в отчество? Только мы по-моему все знали в лицо. За призы боролись две школьные и пять студенческих команд. Играли как знакомые по прошлому году команды, так и дебютанты этого года. Команда КВН на параллели. Однажды снег увидел горячую сосульочку и растаял. На самое жизненное из студенческих будней замахнулись не раз за вечер команда на параллели. Зажигала танцами и эмоциями команда с совершенно непроизносимым названием из-под выпадверта. Садись, давай, давай. Второй. Как ее закрыть? Тебе всему учить, что ли, надо? Делай легче, делай играюче. Кайфуй! А нормально потом ты клею не переживаешь. Сменили внешний вид и представители нового сокомандника ребята из команды черно-белые. Все-таки я выберу позицию староверов. Только я понятия не имею, как это староверов должен выглядеть. Это что такое? Это род деятельности. О, или что это? Нет, Джора, я бы скорее сказал, что это образ жизни. Дебючировали в этот вечер не только команды из-под выпадверта, которая заняла пятое место среди студентов, но и ребята из команды 3-14 здесь. Первый комок вышел неплохим оладушком. Ребятам удалось выйти на четвертое место среди студентов. Третье место досталось уже знакомой всем команде черно-белые. И уже второй год подряд победу одерживает команда Лига Лени. А среди школьников первое место заняли уже полюбившиеся всем нам команда Оки-Доки. Ребята, не упустите возможность снять свой фильм. Отправляйте заявки Паше Новикову и принимайте участие в седьмом открытом кинофестивале короткометражного кино «Профильм». И я уверен, будет здорово. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, вступайте в нашу группу ВКонтакте, в твои студенческие новости и, конечно, ставьте свои лайки. С вами был Сулейман Афрахман. Пока!